Еще год назад за моей спиной был пустырь, а сейчас возвышается новый мощный гидрозакладочный комплекс, второй для третьего Соликамского рудоуправления. Работы велись как на поверхности, построены новые галереи, перегрузочные узлы, так и в шахте на руднике. На календаре январь 2021 и на объекте приступили к пусконаладке первого этапа увеличения мощности гидрозакладочного комплекса рудника из КРУ-3. Первый этап подразумевает под собой увеличение мощности гидрозакладки третьего рудника в связи с вводом первой очереди по стволу номер 3 до полутора миллионов тонн в год. Ствол номер 2 сейчас у нас имеет мощность по гидрозакладке около трех миллионов тонн в год, то есть в 2021 году суммарная мощность гидрозакладочных работ составит до четырех с половиной миллионов тонн в год. Проект будет реализован в три этапа. В 2022 году ожидается увеличение мощности еще на полтора миллиона тонн, в 2023 к ним прибавится еще полтора миллиона. Суммарная мощность гидрозакладки на третьем Соликамском по второму и третьему стволу к окончанию проекта планируется в семь с половиной миллионов тонн. Это значит, что существенно сократится складирование твердых солеотходов на поверхности. Для реализации проекта уже сделано немало. В шахте силами рудника проведена проходка выработок, а все оборудование, в том числе насосные станции, трубопроводы смонтировали специалисты Уралкали ремонта. На поверхности трудилось БШСУ. Появились две новые галереи длиной 260 и 36 метров, перегрузочный узел, узел пульпоприготовления. Всего смонтировано порядка 1400 тонн металлоконструкций. Жесткий график был. Принципиально мы его выдержали. Заканчиваем некоторые общественные работы, но сейчас ведется пусколадочная работа, то есть оборудование работоспособное. Работа была организована в самые пиковые моменты круглосуточно. С учетом этого года, особенно в летний период, пришлось очень сильно поднапрячься, скажем так, при условии, что где-то в мае-апреле темпы были снижены за пандемией. В узле пульпоприготовления сейчас располагается операторская. Машинисты смесительной установки следят за всеми параметрами поверхностного комплекса гидрозакладки. На экраны мониторов уже выведена новая схема пульпоприготовления. Дозаторы новые, лужки появились тоже новые. На прошлой закладке такого не было. А вам что предстоит? Какие параметры здесь отслеживать? Поступление рассола, подача рассола, подача пульпы в шахту, получается, и поступление солиотвалов. Увеличение мощности гидрозакладки на Искры У-3 уже сейчас позволяет снизить рост солиотвалов. Но главное, гидрозакладка на сегодня – самый действенный способ повышения безопасности приведения горных работ на нашем Верхнекамском месторождении колейных солей. А к вопросам безопасности подход может быть только самым серьезным. Евгения Пантелеева, Михаил Морошкин, телекомпания Соль-ТВ.